Господи Божий наш, нет иного Бога, кроме Тебя. К Тебе мы пришли, на Тебя надеемся, и Слово Твое додостигнет людей, которые не знают Тебя. Евангелие от Матфея, 19 глава. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал посему, оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сосчитал, того человек да не разлучает. А они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прилюбодеяние и женится на другой, тот прилюбодействует. И женившись на разведенной, прилюбодействует. Говорят ему ученики Иисуса, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые с чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть царство небесное. И возложил на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Иисус же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей, чего еще не достает мне. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в царство небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие. Услышав это, ученики Иисуса весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человекам это невозможно, богу же все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет сын человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Аллилуйя! На тебя, Господи, уповаем, к тебе припадаем. Ты наш Бог, ты предложил человеку жизнь и смерть, благословение и проклятие, свет и тьму. И сказал, изберите жизнь, зачем вам погибать. Но свободный выбор оставил за человеком. И вот люди пришли в это место тьмы и мрака, в Содом и Гоморру. Аллилуйя! Прости нас, Господи! Слава тебе, милосердный Создатель! Имя Твое Святое да прославляется в жизни нашей. Пощади наследие Твое, Владыка, и найди новые души, которые мыслят о себе, что они счастливо устроились в этом прелюбодеянном месте. И если дома им нужно платить за каждую жену колым, то здесь они бесплатно могут получить их десятки. Напрасно смеетесь, ибо горе смеющимся ныне, ибо вас плащите и возрыдаете, говорит Господь, и смех ваш да обратится в плач. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Евангелие от Матфея, 20 глава. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно. И им сказал, идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник, виноградник свой, управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Помилуй нас, Господи. Он же сказал в ответ одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, а первые последними, ибо много званых, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им. Сказал, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть. И предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет». Тогда приступили к нему мать-сыновей, седведев их, с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося в него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите?» «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» «Крестите крещением, которым я крещусь». Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правой сторону и по левую не от меня зависит. Но кому готова на отцом моим?» Услышав сие, проще десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий Иисус Христос не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Ерехона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще сильнее, громче кричать стали, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. «Аллилуйя!» «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» «Боже, будь милостив ко мне грешному, создав у меня Господь, помилуй меня!» «Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного, и помилуй!» «Аллилуйя!» «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь!» «Господи Божий, мы просим Тебя, в это место мрака и беды пошли добрых благовестников, а Тебе слава за все вовеки! Аминь!» «Мы верим в написанном в Святой Библии, все написано там, исполнилось, вплоть до Чернобыльской ГЭС». «А если другое скажу, есть моменты, когда вот, о чем я даже вот живаю, на самом деле, это реально, ну, то, что у меня семья, как бы я передумал, сколько было моментов, чтобы человек должен узнать, в чем, на самом деле, где цена-то, цена не в деньгах, а цена в хлебе, а понимаешь, а многие вообще не понимают этой цены. И вот я говорил, я и, по сути, и хотел бы войны, но вот у меня семья, у меня дальше растет. Это предсказано, это неименуемо будет, и третий час человечества сгорит в пламенеющем гневе Божьем. Третье. По сегодняшним меркам, это... Это по сегодняшним меркам, 2,5 миллиарда сгорит. И будет один царь над всей землей, со столицей Верусалима, еврей. 42 месяца царствовать будет. Это кто-то перепугу. Две... Две... Вы можете достать ее из себя. И тут все написано. Это книга Библии, которая открывает все будущее. Как когда случилось... А только никому из тех, из тех, кто ту же самую эту Библию показывает и читает из нее, никому ни хрена, как бы... Те же самые тоже, и Коран тоже читает там, и еще что-то. Ни хрена, как бы мир-то не появляется. Че читать, блин? А почему они не живут, и не делаются? Из-за нас-то пошла. Бокослово. Вы знаете, когда Чернобыль взорвалась, быстро распознали пророчество. И написано, и пойдет на землю звезда Полынь, и воды сделаются горькими. Полынь означает черный былье, сорная трава. Чернобыль. И тогда... Ты-то сам, дядь, кого-то веришь? Да, конечно. Конечно. И воды Припяти сделали все ядовитыми. А-то написано. Это не просто так, а написано на всех языках мира, где Библия переведена. Да, там, где именно кау-кау-гаду домой переняли. Ну а какой смысл жизни без Бога? То есть и нет будущего, до смерти и все. Тогда все может позволено. А нету сути, по сути. Вот. Вот знаешь, вот как его, что он нахал, холостался. Нету ни хуя, по сути, вот так вот. Вы знаете, это, когда смотришь, вот Бальсилашвили и играет Воланда. И когда он с Беррелезом беседует и говорит, тот говорит, и Бога нету. Он говорит, и черта нету, и дьявола нету, и нету, надо же, ничего нету. Есть это все. Он говорит, доказать надо. Не надо доказывать. Я там был со Христом, когда распинали его. Я там был. То есть он дьявол. Это фильм, да, интересный, кстати, вот эта фраза мне тоже понравилась. Ну, вернее, как она реально вот, кстати, заставляет задуматься. Но дело-то в другом, что по сути весь тот самый ад сами люди делают именно здесь. Но это здесь, это еще не ад. Воду нет покаяния и нет воды. А здесь можно покаяться и напиться досыто. Я не знаю, что там есть, нету, там еще что-то. Меня вообще поражает. А как это все вообще происходит? Почему? Мне говорят, здесь терпим, а там ты будешь это самое. А у меня получается вдруг, а я здесь что, терпим. А вы без Бога счастливы? А я не верю. Я с Богом. С Богом? В церковь ходите? В церковь ходите? В церковь я не хожу, я верю. Вот. У меня одна жена, если честно, я... А Господь, Господь сказал, 16 глава. Я не в улице, я там ничего такого не делаю. Ну, что... То есть вы, вы в своих глазах правы, а Господь говорит, нет праведного ни одного, все согрешили, все лишены славы Божией, а я нет, я хороший. в глазах Божьих и в ангелах усматривает нечто. А мы... Я хороший. Я скажу, что там, возможно, ты много чего не прочел. Чтобы это все иметь, тоже надо думать и делать по-человечески. Знаете... А он тебе будет думать хорошо. А потом не так. Профессор... Профессор Мацанковский, он имел доступ, а один единственный был такой лектор во времена Ленина. И он говорил в университетах проповеди. И в это время он говорит, скажите, вот есть неверующие, а студенту подняли руки, неверующие, а вы можете доказать, что вы счастливый человек один? Да, я могу. Он говорит, хорошо. Он говорит, а что же ему отвечать будут-то? И он когда на это... Вылез на кафедру-то, постоял, а я, говорит, молюсь, он постоял, постоял, махнул рукой и пошел. Он забыл, зачем зашел, Бог отнял память. Счастливым без Бога никто не может быть. Потому что с каждым днем смерть приближается. Вот возьмите... Понятно. Вот тебе сколько лет? А вы как думаете? А хрен его знает. Ну сколько тебе Бог отмерил, Бог его знает. А тебе сейчас... 80 лет мне. Позади у меня 5 тюрем. 26 лет мучений. За слово Божие. Я жизнью свою доказал, что я верующий. Что, чтобы батенька там накурали? Теперь я реабилитировал, конечно, как политзакрещенный. Все. Да ладно, завозь, если что-то там наделал-то. А вы зайдите на наш сайт, и там все есть, книги, которые про меня написаны, фильмы снятые. Называются во свете Библии. Во свете Библии Ютуб у нас 14 тысяч роликов. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Заряжите. И когда зайдете на сайт, слушайте внимательно. Нет, нет, послушайте. На сайт зайдете, и сразу посередине, вот так вверху написано для слова Божия нет ус. Это книга про меня написанная. Из одних документов. Какие газеты, иностранные писали. Скажи, иностранные меня вообще не интересуют. Игнатий, я тебе просто просто хочу сказать. Я считаю, что я не оставляю в любом случае, это я считаю, например, моё именно когда вдруг, не дай бог нам это произойдет, нам что-то, ну, отец Хрена, короче, я уйду тоже. Только не ругайте, чтобы я не слышал матерка, сразу я поэтому и избегаю от этих моментов. хотя с другой стороны слово-то нормально. Ладно, смотри, короче, тут такие моменты, надо делать добро людям, и когда ты сам о себе, ну, что я могу о себе сказать? Да, вот. О себе можно только дурак сказать. Пусть это мне люди скажут. И когда ты делаешь хорошее... Да вот смотрите, я вам скажу сейчас, хорошее или нехорошее. Я сижу в тюрьме, вокруг одни преступники. Но если я не верующий, я в общем потоком иду. Но я верующий, меня следователь допрашивает, я о Боге говорю. Следователь обратился, принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Один из следователей КГБ стал священником. Вы даже вообразить не можете. Это Бог делает. Это нельзя сделать. В любом случае Бог почетен. Это Бог делает, понимаете? Все люди как бы это нуждались, нуждались, общались. А это добро, самое высшее добро человеку указать путь на Голгопу и Царство Небесное. Голгопу. Хоть один из них раскаялся? Из тех, с которыми ты сидел. Кто? Я раскаялся? Нет. Из тех, хоть один из тех, с которыми ты сидел раскаялся? У меня, когда я утром стою, я на два часа подъем в тюрьме в шесть, а я в четыре, и мне преступники говорят, вчера ночью вы молились, семь человек встали на колени, можно мы с вами встанем? И вот он мне говорит, ему срок, там большой срок, а что? Он уверовал. Я говорю, теперь давай, Володя, поговорим. Ты как говорил? Куда эти аппаратуры дели? А это аппаратурный завод Бийский. Ну, начальнику КГБ дал. А как сказал? Да я сказал, там продал, то есть боялся. Я говорю, Бог с лжицами дело не имеет. Сейчас прокурора по надзору вызывай, открывай все. Открой все. Он говорит, так мне тогда не выйти никогда, тебе не надо жизнью считаться. И он все рассказал, и что интересно, только условно три года. Вот как Бог любит человека. А ему намотали уже все. С машины вызвали, а жена сидит в машине, а машину уже оприходовали. Жену вытряхнули, машину конфисковали. Я сидел не просто с людьми. Второй представитель группы космонавтов со мной вместе сидел Лосин. Я абсолютно знаю точно, какой Туполе был верующий. С какими словами Гагарин умер, последними словами матерки были. Вот вы дом этот дым допускаете, безбожник. Храм вот это, тело храм. А вы туда эту вонючую траву загоняете. Да, и мы с тобой общаемся через около дьявола. 12 лет жизни отнятой будет, и последний еще туберкулезом харкать. Это тоже песня я давно-давно знаю. Знаете, делающий грех делающий грех есть раб греха. Раб греха, он блудник, он не может не изменять. Но если сын освободится, свободен будешь. Да, сын освободится, ты точно освободишься. Да, Бог дает свободу. Если надо, ты мне скажи. Если надо пошло. То, что веришь, и помогай, и будь, и честно. Вы мне говорите, помогай. Я все отдал, у меня ничего нету. Я 14. А ты думаешь, я что ли ты здесь охуенно там, я не знаю, обречен, как-то есть? Вы другой пример найдите такой, что Господь позволил сделать.